здравствуйте друзья письмо 29 лет дома закончила вуз по специальности финансы и кредит четыре года работала экономистом в банке так как у нас за такую работу почти ничего не платит решила перейти войти сферу и порядка двух лет проработала в небольшой эти компании правда сложно описать в какой должность я занималась всем тем чем ребята с опытом и образованием заниматься не хотели и разбирала тикеты с жалобами от клиентов проверяла логи с тем чтобы установить если в системе баг делала ручное тестирование десктоп и мобильного клиента системы без особых тест кейсов писал документацию все это время я ощущала катастрофическую нехватку образования и знаний и в итоге уехала в германию учить в магистратуре экономическую информатику о как неплохо после двух лет учебы могу сказать что я немного умею программировать на джава могу писать незамысловатые программки знаю сиквел имея представление о веб-технологиях компьютерных сетях все эти знания получены в вузе и отработаны на учебных проектах что конечно несравнимо с практикой в индустрии поэтому сама к примеру сайт с нуля фронт и бэкэнд их взаимодействия бы вряд ли написал да и похвастаться тем что я супер программист я не могу видела что парни с которыми я училась хоть и младше меня но понимали все лучше и быстрее и код у них получался логичнее и красивее что ли хотя писать те программы которые я сама придумала и понимаю что мне нравится а мне нравится придумала нравится после окончания вуза хотела заниматься автоматическим тестировать но к сожалению такую работу найти не смогла так как германии данную работу доверяют только уже опытным специалистам сейчас два года как работаю ручным тестировщиком в крупной компании тестировать нужно бэкэнд очень запутанного и старого банковского программного обеспечения написанного еще лет 20 30 назад на кабол к нему постоянно делаются доработки я понимаю что получил эту работу только благодаря своему опыту работы в банке никак не благодаря полученным вузе техническим знаниям да и применять их знание из вуза здесь абсолютно негде мне хоть и рассказывали что сейчас в компании переписываются и внедряются новые модули системы на джава с тем чтобы избавиться от легоси софтвер но я вижу что это перспектива не на один-два года а скорее на 5-10 лет есть опыт тестирования порядка 50 проектов на ю тест я так чувствую что она продолжает в германии жить автор голд и сильвер статусы по юсабилити функциональному тестированию хотя я ни разу не участвовал в сложных проектах на ю тест не получала приглашение на лоуд или секьюрити тестирование сама работа тестировщика мне очень нравится мне заставляет особое удовольствие находить нестыковки и ошибки в системе достаточно уверенно разговариваю на немецком и на английском к чему я все это веду к тому что я к своему безмерному удивлению и радости выиграла green card и вскоре собираюсь переехать в сша понимаю что снова работать ручным тестировщиком я не хочу но я также понимаю что опыта автоматического тестирования у меня нет и получить его негде начала просматривать вакансии на американских сайтах решил в дом по вечерам учить selenium soap ui apium но потом одумалась одумалась ведь выучив программу и сделав на ней даже пару учебных проектов я все равно вряд ли смогу продать это в сша за многолетний опыт тестировщика уровня синьор и теперь я в замешательстве поэтому хотела попросить вашего совета о том каким образом мне лучше поступить что лучше поучить например и как грамотно распорядиться оставшимся до переезда временем чтобы не угодить в ту же ловушку как и при поиске работы в германии на ту работу на которой я хотела бы работать меня не берут от той на которой по уровню своего опыта я могу работать и работаю становится скучно и хочется большего может быть я чего-то не вижу или недопонимаю задача поставлена ну что ж друзья я хочу сказать что действительно есть некоторый разрыв такой как бы делаешь какую-то работу попроще а потом вот хочешь посложней а там дырка большая я такую дырку наблюдал первый раз когда пошли станки с чпу роботы и вдруг сложившаяся до этого система обучения на производстве когда приходит там с улицы человек из школы пришел его там поучили немножко дали ему там первый разряд там через три-четыре месяца опять какой-то курс дал второй там видишь дослужился до 3 до 4 там и и так далее все это потихоньку проходило на производстве а когда пошли станки с чпу и с роботами получается что к ним там меньше четвертого разряда подпустить нельзя получается как же вот ну а где же взять человека который на станке с чпу будет работать мало того если его учить как бы на обычных вещах чтобы он там пришел на третий четвертый разряд это ему не поможет работать станком со станком чпу или робота вот такая интересная штука поэтому действительно я еще давайте один пример приведу но прежде чем мы на тему прыгнем из последнего буквально пару дней назад значит читал такую статью что ближайшие десять лет естественным ходом с как силу той демографии которая есть стране в производстве в мунифектуринге там значит освободиться три с половиной миллиона рабочих мест люди идут на пенсию рабочие заводов уйдут на пенсию казалось бы вот тебе там три миллиона с половиной ночь рабочих мест в это время предприятия вот эти где освобождается рабсила говорят что реально они смогут найти стране но может быть в лучшем случае там полтора миллиона чтобы заместить вот этих там три и четыре которые уходят то есть с одной стороны есть люди которые хотели бы но нет людей а с другой стороны нет людей которые могли бы и вот возникает вот эта дырка эти вот прямо сегодня и вот да со всеми разговорами о том что там работа уходят другие страны там еще что-то но 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 вот пожалуйста вот казалось бы манифектуринг вот тот самый хардкор который значит вот стал решающим фактором в последние там избирательной кампании вот на тебе оказывается учиться нам оказывается нужна в стране система которая повышает как бы квалификацию людей переучиваясь там уходящих профессии на приходящие оборудование там технологии тогда значит возвращаемся к девушке да есть такая дырка между ручным тестированием и автоматически больше того эта дырка усугубляется с со стажем допустим когда тебе платят там 30 долларов час и ты делаешь ручное тестирование ну ну хорошо но ты можешь следующую работу искать там скажем на чуть побольше денег ручного тестирования может быть там на те же деньги автоматического но когда тебя берут на автоматическое тебя ничего особо не ожидают на 30 долларов то часть тебя ожидать вот если если что-то ожидали платили бы 50 60 70 там и тогда когда ты уже опытный когда ты получаешь уже там я не знаю но но пусть даже там поменьше там не не 100000 но 85 когда тебя когда ты получаешь 85 и тебя берут на автоматизацию но послушайте так ты же не можешь человека у которого там 7 8 10 лет опыта ручного тестирования который уже нормально зарабатывает пойти как ему дать деньги начинающим да он и сам собственно на ней не так сильно рвется это пойти никто не чувствует себя комфортно в такой ситуации поэтому перескочить на ручной на автоматическое тестирование гораздо проще когда ты начинающий иначе они должны будут человеку который уже много зарабатывает платить эти деньги за то что он вообще говоря не знает но или там очень плохо знает и и так далее еще учить его там на работе да и платить ему деньги опытного человек значит есть такое но я не вижу того девушки много 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 лет опыта но ну какой-то опыт есть уже да значит если если это будет затягиваться то будет усложняться переход к автоматизации значит значит хорошая новость состоит в том что в соединенных штатах я вот про германию не знаю а в соединенных штатах рынок такой как бы интенсивный такой агрессивный людей не хватает и если девушка будет искать работу где-нибудь за пределами кремниевой долины ну может быть еще пару мест есть где надо было бы задуматься искать там или нет то в принципе по опыту нашего онлайн его класса да там мы там не учим автоматизации у нас там есть видео они могут посмотреть там если хотят но это же не ну вот когда на курсы там какие-то закончила это что-то но вот такого же уровня только наши еще и курсов не заканчивали просто видео смотрели там по автоматизации поэтому я могу сказать что практически по всей территории соединенных штатов за исключением кремниевой долины и может быть еще пару мест тебя берут на работу на автоматическое тестирование с тем что ты потом на месте разберешься там не дают безумно больших денег но это может быть скажем там 60 тысяч там 65 тысяч постоянная работа вот и и говорят но будешь разбираться чага да хочу разбираться буду разбираться вот этого достаточно поэтому как бы этот этот барьер в общем-то легко преодолеваемый это первое второе значит девушка посмотрела там на разные инструменты автоматизации значит селениум это для веб-приложений опиум похоже на селениум но для мобилок там соуп юай она еще посмотрела значит возьмите что-то одно но вот я бы из того что там было я бы выбрал например селениум веб-драйвер да и ну с джавой если она уже немножко джаву там пишет там по чуть-чуть и вот с джавой значит селениум веб-драйвер с джавой и вот на это потратьте свое время и не нужно вам не нужно будет выдавать там это за многолетний опыт работы по автоматизации совершенно лишнее не надо многолетнего если вы скажете я немножко этим занимался немножко чуть-чуть это уже будет очень-очень большой плюс то есть как бы вот конкретные задачи очень легко решаются и я даже углядываю какой-то может быть знак судьбы эти вот девушка хотела в автоматизацию в германии не получалось образование не то и там еще что-то и вот на тебе но смотри как она последовательно шла да сначала она была где-то мы не знаем где на территории отечества потом она оказалась в германии значит на немецком на английском значит говорит ну и на родном тоже мы видим письмо написано хорошее значит и еще грин карту и сверху значит мы подослали то есть как-то какой-то потенциал в ней значит распознали там наверху и говорят надо и теперь грин карту чтобы этот потенциал еще больше реализовать так что давайте мы девушку поприветствуем скажем приезжайте к нам и и реализуйте мечты всякие вот а конечно трудно сказать что будет там через пять лет или через десять кто ж его знает а можно программистом будет а может быть менеджером каким-то может она вообще уйдет из айти и чем-то займется не знаю не знаю чем продажами маркетингом бог знает трудно трудно сказать а может там выйдет замуж будет деток воспитывать там и и как бы и прекрасно состоится там в этом качестве мы не знаем но я просто вот как бы вижу эту картину как бы человек на переломе судьбы понимаете и вот этот перелом он как бы хороший такой позитивный и открывает какие-то просторы жизни человека какие просторы так тоже его знает там столько всего и и сегодня хочется вот этого ну и отлично пожалуйста оно есть есть еще один момент может быть я давайте вспомнил там из письма я бы я бы сказал так если она выходит на рынок начинает искать работу ну неважно где там это происходит территориально вот начинает искать работу и первая работа которую ей предлагают вот это вот ненавистная нудная там ручное тестирование которое уже обрыдло там и еще что-то и вот брать или не брать или ждать дальше там может быть где-то автоматизация какая-то упадет и так далее значит я бы брал ручное я бы не стал все яйца в одну корзинку складывать то есть задача найти первую работу выйти на уровень самообеспечения освоиться на местности снять жилье завести автомобиль привыкнуть к тому как работают в американском коллективе в в американской компании и так далее это само по себе довольно большая задача поэтому и вполне 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 можно развести во времени с задачей профессионального роста там и так далее задача профессионального роста всегда есть где бы вы ни работали всегда есть задача дальнейшего профессионального роста а задача первичная адаптация совершенно другая задача и я бы их не путал я бы не говорил себе Ой, опять ручное тестирование Боже, какая я несчастная Неужели моя мечта никогда не сбудется Я бы сказал себе Ну я вообще Везунчик, смотри, не успела там Голову приподнять Сразу раз Уже работа есть Уже есть, как бы сказать Какой-то резерв создался Пользуясь которым Можно решать дальнейшие задачи А без этого резерва Ни текущие, ни будущие Последующие задачи уже решать невозможно Поэтому я бы не пренебрегал Вот так уж прямо А сказал бы там Господи, спасибо, что послал мне первую работу А уже вторую, третью, десятую Это все от вас А первая, она как-то сверху на нас падает И вот надо ценить Счастливо, ребят И особенно вот девушки Я не знаю, как зовут, тут имени не было в письме Но вот безымянной девушке 29 лет Из-за Германии Которая нам пишет Вот ей Всего самого лучшего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому